Я Рудич Александр Иванович, так? Да, Рудич Светлана Яковлевна. Мы из города Краматорска приехали сюда. Про 14-й трудно вспоминать все это, конечно, но... Ну, это было 12 апреля. Мы просыпаемся утром, слышим, какая-то стрельба идет. Мы недалеко живем от милиции. И там как раз вот эти люди вот этого Стрелкова как раз штумовали эту милицию. Не знаю, там, холостыми или боевыми автоматными очередями. В общем, они захватили милицию. Я выхожу потом утром мимо этой милиции и иду. Там, значит, все это... Устроены баррикады из покрышек вот этих... Это уже потом, когда они заняли милицию, да. Проходил мимо, пошел на площадь туда смотреть, что там творится. Там тоже вокруг арисполкома какие-то баррикады строят. Ходят какие-то вооруженные люди, камуфляжи российские. Российские. Кто в чем? Да, российские. Тот в казахской этой самой Шапте, то еще кто-то вообще. Ну, вы знаете, это... Один там, наверное, по национальности... Натуральная орда. Не то, что возле милиции мы потом подходили, смотрим, стоит толпа такая. Вот такие подростки там всякие, алкоголики, алкаши, наркоманы всякие. И флаги вот эти ДНРовские, что там, уже у них в руках эти флаги ДНРовские, возле нашей милиции. А у нас милиция большая была там. Ну, город большой же тоже. Для нас он большой был. Вот это мы первый раз встретили с ними. Потом муж ходил на площадь, они захватили горы с полком. И на площади он с ними еще больше познакомился. С каким-то, типа, бурят, наверное, такой национальности. Какой-то солдат с автоматом, значит, да? Все с автоматом. Я говорю, чего сюда пришли? А мы пришли, значит, как он сказал, республику, да, вот эту вот ДНРовскую... ДНРовскую республику. Создавать. Вы хотите в ДНР? Мы говорим, не хотим. Зачем это нам надо? Нам и так хорошо жить. Ну, в общем, они тут начали хозяйничать. А потом были сожжены вокруг, там, по центральным улицам, пожили троллейбусы, автобусы. Да, стояли коробки. Устраивали такие баррикады. Прямо повыгоняли людей из автобуса, со троллейбуса, подожгли, значит. И потом мы ходили, видели, вот эти центральные улицы, все были, так сказать, вокруг арестполкома. Да, все это было оборужено вот этими разбитой техникой. Разбитой, сожженной техникой. Новые троллейбусы, новые. Я говорю, я вообще... Мы тогда вообще... Автобусы Богдана, то же самое. Они их забросали, вот это Молотова, это уже потом писали так, мы-то не знали, мы только видели остров этой машины. Вот, потом внизу, там внизу к горосполкому, еще снизу от завода был проход, они там поставили... Самосвалы. Самосвалы, в общем, отгородили. Отгородили себя. Горисполком, центр вот этот вот, да, отгородили этими баррикадами, в основном. Потом они... Пацанва какая-то. Пацаны, понимаете кто? Это не... Регулировали движения. Не воины, ничего, абсолютно. Пацаны, зеленые пацаны. Один возле милиции с автоматом, я говорю, что ты тут делаешь? Он отвернулся, ушел в милицию, не стал со мной говорить. Ну, с автоматом, правда, шпаненок какой-то. Вообще, вот, а в это время к нам из Славянска, это они из Славянска зашли в Краматорск. Вот, а из Славянска к нам раньше приехала дочь с детьми. Представляете, и вот это, когда они уже все это заняли, а с детьми надо гулять, надо ходить в магазины. Магазин там, дом, и рядом много магазинов мы ходили. Вот. Мы с ней пошли гулять, смотрим, выезжать... Нет, мы прошли к школе, там площадка такая была, мы там гуляли, слышим выстрелы. Мы быстренько собрались домой идти, смотрим, со двора там, мы знаем где-то, общежития у нас были. Они там располагались уже. Выезжает автобус, полный этих бандюх, бандюх сидят все с автоматами, в окна смотрят, а мы же бежим с детьми. И я, и дочка, и дети. Один нам с этого, с этого, с окна машет. Освободитель. Освободитель, ага. Мы быстрее домой дошли, начались обстрелы. А этот пошел гулять. Этот гуляет на площади, знакомится с этой бандой. Да нет, не так. Да чего не так? Я пошел выяснять насчет пенсии, когда нам будет платить пенсию. Где прокуратура, новая там прокуратура у нас, новое здание. Я пошел в ту прокуратуру. Смотрю, вот эта шпана подогнала машину. АТБ. АТБ, наверное, фургон такой, к дверям прокуратуры. Я туда иду, меня останавливает один там. Такой у него пулемет, наверное. Ну, с какой-то, да. Не автомат, пулемет. Я говорю, где здесь хочу найти прокурора и выяснить, когда же будут нам давать пенсию. Он говорит, я вот, понимаешь, шесть месяцев не получал, понимаешь, денег, зарплаты. Что-то меня там, что-то обругал. А я продолжаю идти. Ну, и только я там дошел до своего парка, слышу там взрывы, значит, да. Начался, обстарел. Грады, Грады. Нет, мины, минометный обстрел. Да, какие там грады. Минометный обстрел. Ну, в общем, я прошел, думаю, слышу звонок. Мне звонят, такой телефон у меня кнопочный, они звонят, что-то, где-то есть. То я говорю, вот здесь возле парка иду домой. Ну, люди, так сказать, побросали всю свою работу там, социальные всякие, работники, тоже идут по той улице, где-нибудь. Пытаются уйти. Пойти домой пытаются. А там тогда положили много людей на улице. Прямо на улице, потому что они, возле нашего дома. Там, где я проходил, упала мина, значит, да? Да, положили много людей. Да, не много. Одного парня разорвало, так, и вторую женщину там разорвало. А автобус? Это потом. Да нет, не потом. Это несколько дней потом. Автобус, люди ехали на работу утром, попали в автобус, тоже много. Через неделю уже. Неправда. Ну, что же, ладно, это не важно. Тогда же, тогда же, все это. И ехали наши, с нашего завода, люди на работу. И там многие полегли тоже, прямо в автобусе. Вот такое вот было. Это у нас пришествие русского мира называлось. Вообще страшно. Ну, это, когда Путин, значит, признал эти республики. Это где-то было. ДНР, ЛНР. Признал, да? Ну, в общем, эти, значит, зят и племянник сказали, чтобы срочно уезжать. Дочь сразу же уехала. 24, наверное, она уехала. 24 февраля, они уехали. Уехала в Черкасскую область с детьми. Ну, а мы сидим, мы не верили. А мы не хотели уезжать. Мы не верили, что будет. А ночью 24 числа слышен взрыв какой-то, ну, мощный взрыв. 24, прямо рано утром, часа в 4, наверное, или в 3. Оказывается, мы просыпаемся и думаем, что-то такое, что-то за взрывы начались. Ну, а потом пошли слухи, что вроде сбили ракету наше ППО, сбили эту ракету, никаких разрушений не было. Так. А потом, что еще? Через некоторые, сколько-то недель позже уже? А, это уже в марте, наверное. Ну, мы остались жить, все нормально функционировало, все работало, мы ходили в магазин, ну, как обычно, жили все. Ничего не было такого, особенно. Да, а потом начали в магазине. А потом опять, вот я не помню, второй раз тоже. Ну, в общем, начали сбивать какие-то, слышали взрывы, сбивали, наверное, ракеты эти, которые были запущены. сирены выли. А, начали с тревоги, сирены. Начались постоянные тревоги. Вот, и потом у нас с Днепра был магазин, Варус, вот, и они сказали, что мы уходим. Мы пришли за продуктами, они говорят, берите, пожалуйста, мы, говорят, работать уже не будем, разбирайте продукты, потому что магазин не работает, не будет работать. и вот, то мы... Сколько-то я уже не помню, в каком, через сколько недель ракета была запущена по Крама Турску и недалеко от нас пятнадцатая школа, трехэтажная. попала в эту школу. Попала в эту школу. Посредине. Посредине школы. В общем, школа была развалена. А почему? А почему стреляли по школе? Попали по школе. Потому что они цилились... Школа напротив полиции. Да, в полицию. То есть, школа смотрела на полицию, полиция смотрела на школу. И они разбили школу. Да. Во дворе школы была огромная яма. Потом ракетами меня еще обстреляли... Завод? Или что? Нет. Это самая служба. А, да. МЧС. Это уже потом. Ну, в общем, начали бомбить. Вот. А дети все время нам звонят. Аэродром. Начали запускать ракеты. Там же у нас аэродром. Когда-то был в Советском Союзе. Это был военный. На аэродроме много было. Запускали ракеты. Ну, там их сбивали, правда, эти ракеты. Да. А в город попадали только... Потом СБУ тоже. В районе СБУ запустили ракету в здание СБУ. Но не попали в здание, а между домами разрушили. Ну, в общем, начали, да. Начали обстрелы. А дочка и наши родственники, тоже и племянник, уезжайте. Уезжайте. Они уже здесь были. Дочка плакала. Когда вы уже уедете? Вот. Ну, а потом уже, я говорю, ну, сколько может ребенок плакать? Ну, я не хотел уезжать. Не хотели, не хотели совершенно. А потом, говорю, ну, давай, раз требую, значит, давай уезжать. Нет, ну, в общем-то, ты уже не выдержала, короче, этих самых тревог постоянных. Это вообще, это ужасно. Какого сна в коридоре на этих матрасах там. И бы стоять. Отбой. Я пошел в комнату спать. Ложусь, лежу. Через несколько минут опять... Опять. В Сирии на бой. Вот такое. А там же неудобно. Узкий коридор. И то я ходил то на кровать, то в коридор на матрас. Вот так вот мы все время жили. А я на матрасе жила. В спальне боялась заходить. А что сделаешь? А потом... Света говорит, я уже не могу, давай поедем. Приехали мы на вокзал, а там тысячи людей. Четыре тысячи. Четыре тысячи людей. И думаю, да мы же не уедем. Это ужас один. Это же со всей области. Краматор, значит, там, Лисичанск. Что там? Северо... Ну, со всей этой области и все в Краматорск. Это вот, да? Собралось. Мы как глянули. Это же невозможно уехать. И страшно стоять было. Стали в очередь. Ну, куда? Не движемся. Потом в первую очередь, значит, пропускают детей. Детей. Во вторую там бригады волонтеров, да? Вот это все организовывали. Вот давка была... Ну, очередь не два ряда, но толпа прямо так и тянется. да. Полностью так все было. Ну, вот так, наверное, вот такое вот пространство. Все это было людьми вперед все двигались к вокзалу, чтобы войти в вокзал. Понимаете, как? Не просто так, а они в вокзал впускали партиями и распределяли по поездам. Это перед вокзалом на улице. Перед вокзалом вот это вот. Вот. И мы с этой партией двигались очень медленно. Очень медленно двигались. попали где-то. Я уже со своим паспортом говорю, мне уже 86, я говорю, пропустите. Трудно-то так сказать. Ну да, нас пустили. Офицер там один из милиции постепенно нас там, да, пропустил. Старики уже там нас пропустил. Мы уже зашли в вокзал, потом там формируют группу волонтеры. Целый мир, сначала 25 человек, значит, группа по очереди пропускают. Ближе-ближе к выходу и объявляют отбой. Уже один, там два эшелона стояло, длинные эшелоны вот эти вот стояли. Один уже заселили, на Львов шел. На Львов один и второй шел. Нет, один эшелон шел на Львов, а второй шел на Хмельницкий. Второй шел на Львов, а на Хмельницкий ждали. На Хмельницкий ждал. На Хмельницкий ждали, его не было. Один на Львов был заполнен, полностью, а второй начали заполнять. Вот это ж мы должны были сесть во второй эшелон. И вдруг объявляют, что значит... Отменяется. Отменяется вся эта поездка. Давайте освобождать тот эшелон, который загрузил. Все на выход. Значит, освободить все эти, значит, поезда. Железнодорожный вокзал освободить. Люди начали выходить. Опять же, много людей на площадь. Там же приезжих сколько было. На площадь вышли. В общем, освободили эшелоны. Вышли мы на площадь. А тут комендантский час начинается. В 5 часов. 7 часов. А мы не можем вернуться домой же. Далеко. Не ходят. Артобусы не ходят. Не ходят. Ничего. Мы заказали такси. Чтобы нас отвезли назад домой. А такси приняли заказ. Приняли заказ. А потом через некоторое время сообщают, что комендантский час. Мы приехать не можем. Все. Кое-кого они смогли устроить на ночевку. Кто приезжий был. А остальные разъехались. Кто смог уехать. И вдруг объявляют. По вокзалу объявляются. Начинается посадка. Часов 8, наверное. Вы представляете? Да. Сколько людей уехало уже. Просим пройти вас на посадку. Это нам повезло. Ужас один. Это уже было 9 или 8 часов поздно. Как кинулись те, что остались. Опять туда. Ну, по 5. В первую очередь дети. С детьми. А потом уже остальные. В общем, нам крупно повезло. Поскольку мы не уехали домой. А смогли уехать поздно вечером. Да. Часов 10 вечера. Нашли какой-то объездной путь. Да. Что можно, значит, эти поезда могут пройти. А почему перед этим высадили всех? Потому что разрушила была железная дорога. Да. Они молодцы все-таки. Нашли другой объездной путь. И благодаря этому мы сели в этот поезд. Вывезли наших два этих. И два эшелона вот эти вот. пошли. Ну, поздно ночью уже. Поздно. В 10 вечера мы сели в поезд. В 10 вечера. И потихонечку этот поезд двигался. Приезжаем в Славянск. Темно. Но только видно, что Славянск. Мы знали, что это Славянск. Жутко было ехать. Очень жутко. Я не знаю. Все время на пряжении. А потом в дороге, да? Вообще. Интернет работал. В дороге. Да. Начали смотреть. На следующий день. На следующее утро на следующее утро вот это запустили ракету по этой 4 тысячи этих беженцев собирались на вокзале и запустили вот эту ракету. Вообще. Кассетную при том. Тогда вот погибло так страшно. 3 человек. Ну, там больше было. Там больше было. Около 60 человек было там. Дети, старики. Ну, кто? Там же, кроме детей и стариков беженцев, никого не было на вокзале. Молодежи немного. А мы смотрим, как нам повезло. Если бы мы поехали домой, да, на утро пришли бы сюда опять ехать, попали бы под эту ракету. Нам повезло. Так что мы выехали. За что мы боимся? Не дай бог. Путин же присоединил Донецкую область. Донецкую, все эти области. Вот это мы боимся, да. Все время в каком-то напряжении, что он сделает пакость. Если не отстоят эту Донецкую область, значит, нам придется где-то здесь жить. Коротать. Хотя там у меня ворожей остался Жигули, 47 лет ему. Ну все, ну все буквально, что там делать эти самые дворец заказы. У нас хорошая квартира двухкомнатная там, так, планировка хорошая там, ну все, сколько мы там жили, что заработали. Да, все, что работали, все там. Все там, все там, компьютер, что там, ну так все там. Холодильник, одежды, мало нас холодильник. Ну здесь нам дали квартиру, стены дали и все. Поэтому не дай бог, так что там. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Ну мы верим, в конце концов. И Зеленский, и все говорят, что мы не отдадим. Ничего. Субтитры создавал DimaTorzok,